За минувшие сутки коронавирус победили еще 145 ставропольцев. С начала эпид-периода выздоровели 12 424 человека. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Постоянно проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. Это помогает выявлять новые случаи заражения и своевременно привлекать к ним внимание медиков. За прошедший день диагноз подтвердился у 155 человек. Трое пациентов, несмотря на все усилия врачей, скончались. Губернатор призвал земляков соблюдать все меры безопасности, держать социальную дистанцию и обязательно носить защитную маску. Сколько заработает и на что потратить деньги Ставрополье в ближайшие три года решали в правительстве региона. Там утвердили проект главного финансового документа края. На ряд экономических параметров серьезно повлиял коронавирус. Тем не менее, бюджет не будет дефицитным. Доходы и расходы в следующем году планируются примерно на одном уровне. В районе 125 миллиардов рублей. Приоритеты расходной части останутся неизменными. Это социальные выплаты, зарплаты бюджетника, выполнение нацпроектов. В 2021-м должны построить 12 школ и 14 садиков. Десятки объектов и общественных территорий преобразятся благодаря программе поддержки местных инициатив и формирования комфортной городской среды. Объем дорожного фонда превысит 10 миллиардов. Полмиллиарда направят на улучшение жилищных условий граждан. Заложены в бюджет и риски повышенных расходов на борьбу с распространением инфекции. Понимаете, насколько сложный бюджет, насколько сложные решения и насколько вырастает ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. При том, что нет финансирования, мы все равно пытаемся что-то делать. Обратите все на это внимание. В Старополе разрешат ездить по улицам Маяковского и Голенева в разных направлениях. Ранее автомобилистам по ним можно было двигаться лишь в одну сторону – от центра города. В другом направлении разрешалось ездить только общественному транспорту. Но теперь у обновленного сквера декабристов создали парковочный карман, которым нельзя пользоваться без нарушений. Чтобы решить проблему, специалисты поменяют правила перемещения по этим улицам. Модельную библиотеку создадут в Пятигорске. Это будет настоящий образовательный комплекс. Там проработают комфортный дизайн, обеспечат доступ к крупнейшим книжным фондам, привлекут новые форматы и технологии. Работы уже стартовали. Они проходят под эгидой нацпроекта «Культура». Георгиевский строит детский сад на 160 мест. Специалисты уже приступили к внутренним отделочным работам, устройству игровых и спортивных зон. Также там создадут бассейн, кабинеты врачей и живой уголок. Новое образовательное учреждение возводит по нацпроекту «Демография». Строительство планируют завершить до конца года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова